Здравствуйте! В эфире Хабар 24. Хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Алья Махамбет. Сегодня в выпуске. Дерзкое ограбление в рудном. Мужчина разбил стекло в аптеке и похитил 60 тысяч тенге. Министерство внутренних дел дали пояснение по поводу легализации автомобилей с иностранными номерами. В Алматы задержали пару, которая наносила на стены граффити с рекламой наркотиков. Более ста человек потеряли свои деньги, вложившись в очередную финансовую пирамиду. В рудном полицейские задержали мужчину, подозреваемого в дерзком ограблении аптеки. Пока продавец отвлеклась на поиски нужного препарата, грабитель разбил стекло и похитил из кассы 60 тысяч тенге. Его не смутила даже камера видеонаблюдения, которая зафиксировала преступление. Как выяснилось, мужчина пришел в аптеку и попросил продать ему лекарство, которое не отпускается без рецепта врачам. Объяснив, что это невозможно, провизор предложила заменить препарат на другой. Когда она отлучилась в подсобное помещение для того, чтобы найти таблетки, парень разбил стекло, перепрыгнул через прилавок, забрал деньги и скрылся. На раскрытие грабежа были направлены все наряды полиции, была составлена ориентировка. Ориентировку сообщили через местные СМИ горожанам. В ходе оперативно-польсковых мероприятий задержан... Министерство внутренних дел Казахстана обещает упростить легализацию автомобилей с иностранной регистрацией. При этом в Министерстве внутренних дел заверили, что утильсбор при регистрации оплачиваться не будет. Все, что нужно оплатить, только сбор за первичную регистрацию в размере 200-250 тысяч тенге. Ведомстве уточнили, что поправки в кодексы вступят в силу с января 2023 года. Поэтому легализация будет проводиться со следующего года. Уже сформированы списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября этого года. Отмечается, что под легализацию не попадут криминальные и нерастаможенные автомобили. При этом требований по возрасту и экологическому классу не будет. Также хотим сообщить, что даже с учетом введения усиления ответственности по отдельным видам нарушений, никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полиции проводиться не будет. Поэтому информация, распространяемая в различных социальных сетях, по вопросам страхования или преследования автовладельцев является некорректной. Просим всех автовладельцев доверять только официальной информации государственной. В Алматы задержана пара, которая наносила на фасады зданий граффити с рекламой наркотиков. Художниками, пропагандирующими запрещенные вещества, оказались 34-летний мужчина и его 29-летняя спутница. Полицейские изъяли у пары баллончики с краской и трафареты для нанесения адресов в сайтах по продаже наркотиков. Напомним, в Казахстане с 2020 года в Уголовный кодекс ввели новую статью «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – прекурсоров», которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. В Алматы пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, жертвами которой стали как минимум 100 человек. Финпирамида под названием «Косган Инкорпорейтед» позиционировалась как инвестиционная компания, участвующая в тендерах. Организаторы предлагали доверчивым казахстанцам внести свои деньги в тендерные проекты, обещая от 5 до 30% вознаграждения за 105 дней. На это заманчивое предложение купились более сотни человек. Ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается. Напомним, в июле этого года президент страны Косымжом Артокаев подписал закон, ужесточающий ответственность за создание рекламы финансовых пирамид. Агентство финансового мониторинга призывает граждан быть бдительными и не вкладывает свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Как распознать финансовую пирамиду? Не поддавайтесь на агрессивную рекламу, легких и быстрых денег. Признаки финпирамиды. Требования большого первоначального взноса. Обещания больших процентов и быстрого возврата средств. Призывы для привлечения родственников и знакомых. Активная и навязчивая реклама в социальных сетях. Сверхдоходность без конкретного продукта. Отсутствие четкого плана выплат. Отсутствие информации о менеджерах и директорах проекта. Отсутствие лицензии. Блестящая народная мудрость. Бесплатный сыр только в мышеловке актуально во все времена. Увы, сегодня в мышеловке может поджидать и платный сыр, причем вполне себе дорогой. Однако всегда находятся те, кто в погоне за выгодой готов в него вложиться, забывая, что может быть обманут и остаться ни с чем. Учитесь на чужих ошибках и будьте бдительны. На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok